Доброго времени суток! Сегодня я буду заниматься тисками. Тисками сейчас расскажу. Сегодня у нас август уже, и на дворе у нас идет мелкий дождик, так называемый грибной дождик. И сегодня у меня получается свободный день, и я могу заняться определенной работой, которой у меня не доходит последняя рука. А все сейчас силы брошены на то, что мы поднимаем вот этот дом. Так как идет у нас дождик, Михаил Сергеевич у меня ведет съемку из открытой форточки. Михаил Сергеевич, поздоровайся. Всем привет! И вид будет сверху. По тискам я поставлю вот на этот пень тиски. Но пень этот, это высокий, мощный, хороший пень. Это мне братан привез в делянке. Это самое, всем благодарности потом расскажу, все поподробнее. И сейчас мне надо выкопать вот на этом месте ямку, эту пень углубить, где-то примерно вот, ну, сантиметров 20-30. Может меньше. Сейчас я приступлю к открытию ямы. Делаю вот так вот первый надрез. Второй попал в камень, точно будет меньше. Теперь делаю крест. Крест делаю, теперь по квадрату иду. Кстати, новая испеченная лопата. Она себя отлично показывает, особенно для тяжелых работ. Ее замечательство, и ее, так скажем, хорошее свойство, то, что она еще сделана в Советском Союзе. Сама железка. Так. Так, прошел я квадрат по кругу. Ямка будет маловато, я ее потом расширю. Теперь делаю следующее. Ох, арматурка, которая на дом. Теперь вот так наклоняю и оттаскиваю в сторону, переворачиваю. Для этого я теперь вот такие рукоятки пластиковые ставлю на все ручки, на все рукоятки для лопат. То же самое. Оттаскиваю и спокойно переворачиваю. Так, в эту сторону. Переворот. Так, и сюда оттащим. Опа, ничего не получилось. Лунки нам этой, видно, что маловато. Сейчас я ее буду расширять. То же самое на ширину еще одной лопаты. Лопату сюда. Лопату сюда, поменьше. Дождик-то идет грибной, а грибов нету. Так. Так. Да, процесс не самый быстрый. Судя по габаритам, вот этой, вот этого отверстия, вот этой лунки, дамышки, которые пойдут в фундамент дома. И которые мне сейчас мешаются. Все то же самое. Оп, не получилось. Переворот. 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 Зерна отталкиваем лопатой, ногой. Дальнейшая копка вот этой уже лопатой приносит мне маленький дискомфорт. И у меня сделано для этого дела вот такая совпровая лопата. Для того чтобы не втыкать было удобней у меня наварено 1-2 сгоны. И теперь делается все просто, вставляем, вытаскиваем, переворачиваем и так в принципе я вот все лунки и рою. Верну. 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 веранду, так что копаться здесь хорошо и пню тоже будет стоять комфортно. Ну вот смотрите, на такую глубину я выкопал яму под пень, мне этого достаточно, хватит, вполне достаточно, я думаю даже верхушку еще мне будет надо подрезать. Сейчас делаю маленькую подушечку, возьму вот этого песочка, который у нас привезем на фундамент. И еще одну лопатку. Дробую его. Так, подушка готова, теперь осталось дело за самым малым, заворотить этот туда пень, сейчас я попробую. Ну что, пробуем, опрокинул, опа, ой, вообще будет легко, и раз, и пенечек практически стал. Так, сейчас мы грязь, которую он уже успел питать, уберем. Кстати, прекрасно видно, сейчас попробуем, посмотрим. Так, ну когда я его пропитывал отработкой, вот здесь вот сердцевина, она видно, что промочилась с этой стороны отработка. Сейчас в земле плохо рассматривается. Для тех порунов, кто любит поспорить, что лес надо заготавливать зимой, он не трескается, в нем влаги нету, пожалуйста, заготовлено зимой, все, треснуло, что, как говорится, может треснуть. Так, в принципе, и он, наверное, и оставил. Сверлю я в три этапа, четверкой, шестеркой и восемь с половиной, под резьбу М10, вот одну уже резьбу нарезал. Свернул, сразу смазываю. Сверло сильно не затягиваю, чтобы на выходе, когда его закусывают, оно проворачивалось, а не ломало. Все. Так, сейчас будем, шестерочкой пройдем. О, маленечко у меня стороночку увело. Сейчас скорректируем. Под углом это я сделал специально, что у меня вот в этот угол увело. И вот так вот засверливаешь потихонечко и выравниваешь. То есть оно сейчас... Сейчас я вам покажу, как оно... Вот таким вот образом получается смещение. Видно, что четверка, она у меня ушла. А вот шестерочкой наискось я сместил отверстие обратно к центру. Так, все, шестерочкой просверлили. Сейчас будем 8,5. Нарезаю резьбу. Пришлось для этого дела мне купить комплект метчиков и метчикодержатель. Так, вроде ровненько идет. Нарезаю сразу вторым номером потихонечко. Так, третий номер. Чистовой. Резьбу попали. Все, резьба готова. Так, будем мерять. Поставил два временных болта. У меня сейчас коротких нет. Проверил третье отверстие. Третье отверстие у меня никуда не увело. Просверлил все ровно. Резьбур нарезал ровно. Сейчас приступаю также это самое третье отверстие. Рассверливать и нарезать резьбу. Сегодня я буду делать следующую процедуру. Я разметил 8 отверстий. Это маленечко отверстие сместил, потому что здесь тиски будут по центру тисков. Девятое отверстие разметил посередине. Оно надо будет. Потом покажу вам для чего. 8 отверстий. Сейчас 2 отверстия уже просверлил четверкой. Забил гвозди, чтобы плита не ходила. Сейчас буду сверлить четверочкой. А потом рассверливать семерку и закручивать 8. Вот таких вот, как он называется, не помню. Саморез под головку. Не халим. Сразу засверливаю дерево, чтобы видно было потом где. Я потом еще маленечко сверлюсь, чтобы легче было закручивать. Ну, короче, вот назад я говорил, что оставляю резьбовое отверстие в середине плиты. Это мне надо будет для следующего. Вот я сейчас коревым сверлом на 34 сделал такой стакан. И вот так вот 3 отверстия сейчас по бокам сделаю. Это будет служить следующим. Я сюда буду через резьбовое отверстие выкручивать и шприцом заливать отработанное масло. Чтобы пень постоянно был пропитанный. И его хватило на очень-очень долго. И не забываем мой дурбис. Я не я, если не сделаю, на века. Я не знаю. 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 Продолжение следует... 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 На этом ролик заканчиваем... До свидания... Продолжение следует... Продолжение следует...